Всем доброе утро. У Вовы такая супер перчатка. Я, честно, уже забыла, кто нам ее подарил. Да? Ай, Тима мой, ну она очень клевая. Кто-нибудь будет доедать мои супер вкусные оладушки? Кроме меня некому. Сейчас попробуем. Разогреем. Сейчас сомневаюсь, раз у меня там помага. Оладушки. Попробуй ты. 8. Не урони. 9. 10. Ну зачем ты вниз смотришь? На меня смотри. 10. Теперь задержи, держи. Клим спит дома. Вова спит на улице. Уже можно вставать, сыночка. А че? Тут и спать не хотела, теперь ты вставать не хочешь. Почему? Я тут пока нарезала салатик. Уже время обедать. Сейчас Саня надо набрать, где он. Мой новый напиток утренний. Мой новый напиток утренний и немного банан, кунжут я перемалываю блендером, немного меда, урбеч или урбеч мне там уже говорили, не знаю. И немного водички. Очень вкусно. Клим очень хорошо ее пьет. Для иммунитета и для здоровья очень полезно. Да, Клим? Понравилась тебе витаминная смесь? Это осталось деду. Ну, ну, глоточек еще сделай, тебе хватит. Покажи, как ты пьешь. А то еще не поверят. Да долго ты ко мне идешь. Да, она грустная. Это мед? Да, там мед. Вот. Клим надо подать. Мне надо откисать, а помыть руки. Сейчас, ну ладно, дед, сейчас, когда на кухню зайдет, тогда. Как так? Проростки там, да? Можно ложечкой, можно так, как угодно. У Вовы из новостей он начал губку пожевать своим вместе с соски. Да? Губки вкусные такие. Ты мой сладкий. У Климки на обед булгур с салатиком. Губки. Как, лайк или дизлайк? Ну, хочу поспать, спать, муку. Хорошо. А еще мама сделала безумно вкусные баклажаны. Нет, уже нет. Маринованные или там соленые, не знаю. Но очень вкусные. Нет, уже нет. Мы с ней спаем. Я рыбок там поел. Но вы достали уже. Поел все-таки? Нет. Кончился. Я пока насел туда-сюда. Все съели. Ясно. Мы склеим как саранчу. Ну, зачем ты расклеиваешь? Потому что, как я прилетаю, уставший. Там, блядь, стирка. Дети сопливые. Шум, гам. Пока Саня устанавливает вытяжку. Ну, уже почти установил. Я тут на скорую руку хочу сделать тыквенный пирог. Это тыква, корица. Здесь делаю банановое молоко и урбич. Сейчас вместе перемешаем. Будет такая заправка для теста. Выливаю смесь сюда. Вовчик там орет. Вот такое тесто красивое у нас получилось. И всякие сухофрукты, какие есть. Орешки. Даже тыквенные семечки. Кажется, много. Этого будет достаточно. И сейчас все на противень. И в духовку на 40 минут. 180 градусов. Очень красивый должен быть пирог. Я первый раз его пеку. И вытяжка. Вытяжка почти готова. Кажется, с ней стало даже уютнее. Светлее. И как-то тепло стало. Что, не удалось так уложить? Ну, все, ладно. Все, 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 берем. Капризулька. Капризулька. Ой, какое. Уже будет дыхание сперло. Что там? Уже будет дыхание. Вова. Вова, ну что тебе не спится сегодня? А? Ну, пойдем слинг ко мне. Он слинги хочет. Да. Так-то оно лучше. Ты где там? Ну, покажись, Вова. Это самая любимая его поза. Мама такая лохматая. Некогда себя в порядок приводить. У нас здесь консилиум семейный. Вау. Мне очень нравится. Крутотень. Я шкурой не расчихаюсь. Теперь два дня. А мощность одна? Очень классная. Оказывается, здесь не хватало света. Еще вот здесь бы сделать подсветку. И будет вообще классно. Потому что у вас вечно темно. Затягивает. Суммарно затягивает. И вот здесь подсветку хочется тоже. Потому что света очень мало здесь. Здесь теневая сторона под навесом. И вечно приходится вот все-все лампочки включать. Раз. Что, кровать это? Серьезно, что ли? Почему тебе нравятся такие вот кровати какие-то из серии? Лишь бы, лишь бы. Блин, ну будем в эти углы постоянно биться. 15-98. Ну, 2 метра практически. Нормально. Ну, еще сейчас посмотрим. Ну, как у нас диван был, смотри, только не кожаный. Если кровать в разброс, то я сейчас замочусь, ходите на этот формат. Вот, смотри, отсюда. Ничего себе она стоит. 800 тысяч? Да. А 190 тысяч? Ну, там мне очень понравилось. И смотрится даже смотрится. Видишь, сейчас такой вариант очень актуальный. Да, да, да. Ну, тебе такой хотел? Вот это высокая, клевая. А, матрасная часть? Вот неплохая кровать. Это если говорить только о кровати. Нравится мне. Мне кажется, Клим был бы в восторге. И, возможно, даже спал бы в ней. Очень клево. Вот именно этот автобус. Я бы сама с ним спала. На втором этаже. И она невысокая, классная. Мне безумно нравится вот такой стол. Ну, по крайней мере, такой экологичный стиль. Но для нас, наверное, он сильно большой. Садик сразу убегает, даже смотреть не хочет. Для родителей стол снимаем. Вот они тоже что-то подобное хотят, чтобы раскладывался хорошо. Наконец-то я додумалась сплавить у ребенка. Почему я раньше этого не сделала? Когда он еще спал. Ага. Я могу даже за рулем поехать, а ты будешь вместо мамы. Да уж. Вот такой очень клевый светильник. Вот такую бы кровать. Что-то подобное, чтобы складывалось. Постель какая-нибудь. Зимнее одеяло. Я теперь сижу одна. А так я открываю дверь, он меня встречает. Ой, прям еще одна. А что у вас тут? А, это он, наверное, вот это. Ты же тушь вы меня. Вот. А он, знаешь что? Ты что не снимаешь? Ну все. Ну все. Ну все. Давай, говорите, все время. Спинку ровно держи. Примасик, все будет хорошо. Теперь у меня будет нет, я могу играть. Нет никакой головы. Ты только о себе думаешь? Я только четко. Ты почему? А ты всегда 10 минут, и говоришь, бабушка, забери его от меня. И в коробку. Тебе на 10 минут. Ты это только не учишь. Сыночка. Подарила, ну спасибо большое. А, вот этот. Дай мне, пожалуйста, этот стаканчик. На. Клево. Это, знаешь, хозяйка котика тебе подарила. И они, знаешь, назовут его Нюра, так как ты назвал. Да, я сказала, она сказала, Нюру будем звать Нюрой. Да, Вовчик. Ты халёсый. Ай, да я. Сыно. Ты молодец. Ты такой добрый мальчик. Благодаря тебе у котика нашёлся хозяин. Спасли котёночка, представляешь? Если бы не ты, то он бы жил до сих пор на помойке. Он бы здоровенький и жить хорошо. Это тётя так же будет кормить его, как и играть так. Да, вон и Вовчик, да, смёртся. Видишь, Вовчик. У Вовчика столько... Нет, я только хотела звать с ним. Мам, слушай, я в трёх. Да, да. Вот. Вот ты, Зюдюк, Удюк. Ох ты такая щука-чука-чука, да? Вовчик тоже хорош, тоже няшка. Знаешь, за тобой как плакать будет? Бабуля, да ничего, я маме скачу. Мама, мы завтра кашку покушаем. Я немножко с Вовчиком понескнусь. И мы пойдём кормить хомячку. Хорошо. Ну, бабуля, если согласна хомячка держать... Разберёмся. Он будет у нас жить. Больше ни у кого, только у тебя. Ага, понятно. А то у тебя нету никакого битомца. Да? Ну, разберёмся. Может, уйдёшь. Маму, я спасибо за полотенце. Спасибо за полотенце. Мы, конечно, не ожидали, что Клим так отреагирует на то, что мы отдали котёнка. Он сначала нормально принял информацию, порадовался за котёнка, а потом осознал и начал плакать, что привязался к нему за все эти дни, и даже бабушка Лиза немного расстроилась. Ну, я думаю, два дня, и он спокоится. Ой, я хоть пять минут посижу. Съем персик. Сну лучше. Так, уж бабушка усну, мне чуть отдохну. И буду тут прибираться, может быть, помонтируем. Так что, спасибо большое, что смотрите наше видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok